На станции Нижняя Масловка, строящейся большой кольцевой линией метро, скоро можно будет пересесть на поезд Одинцова-Лобня, московского центрального диаметра. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения станции. Нижняя Масловка готова наполовину. Первые пассажиры здесь появятся уже до конца года. Репортаж Андрей Сидоренко. Этот тоннель, можно сказать, в сердце строящейся станции метро Нижняя Масловка. Пассажирская платформа на глубине около 70 метров в районе площади Савеловского вокзала – центр грандиозного инженерного сооружения. Здесь соединятся две линии московской подземки, железная дорога, а также появится пассажирский терминал для наземного транспорта. На поверхности плотная городская застройка и крупная автомобильная развязка. Строить метро тут можно только так называемым горнопроходческим способом. Совсем рядом действующая линия метро и станция Савеловская. Поэтому породу приходилось сначала вырабатывать специальным комбайном, затем размельчать и поднимать на поверхность. Выработка, которая дальше находится от действующей станции, была принята буро-взрывным способом. То есть порода была такая очень прочная, что ее было необходимо взрывать, после чего дорабатывать ее отбойными молотками. Да, колоссальный, скажем, человеческий труд. Впереди инженерное обустройство сотен технологических помещений. Настройка оборудования и чистовая отделка. Но перед этим доклад мэру о ходе работы, причем не в кабинете, а непосредственно в пыли подземной стройплощадки. Мы закончили горно-капитальные работы, приступаем уже к инженерной системе, мы к архитектурно-отделочным работаем. Когда была закончена строительная работа? Строительная работа до конца марта, потом, соответственно, инженерная система, архитектурно-отделочная. И конец года выхода. До конца года вы должны... До конца года мы должны вести ее в основные технологии. Строительная работа. Да, абсолютно правильно. Спасибо. Новая станция станет крупнейшим пересадочным узлом столицы. Сюда будут прибывать поезда первого московского центрального диаметра, Ловня-Одинцова. Пассажиры смогут продолжить путь наземным транспортом или спуститься в метро. Нижняя Масловка – часть масштабного строительства так называемой Большой кольцевой линии. На участке отделового центра в сторону станции Петровский парк перегонные тоннели уже готовы. Сейчас идут пусконаладочные работы. Параллельно завершат отделочные работы и на этой станции глубокого заложения. Нижняя Масловка, как обещают, будет красивой и необычной. Необычность заключается в том, что станция будет выглядеть в обнаженном виде. Будет зачищена и покрашена чугунная обделка и покрыта стеклом, чтобы жители города видели, из чего состоит метро. Как ожидают проектировщики, пассажиропоток Савеловского транспортно-пересадочного узла составит 265 тысяч человек в сутки. Помимо ТПУ здесь построят перехватывающую парковку и крупный гостиничный комплекс. Полностью завершить работу на этом объекте планируют в ближайшие два года. Андрей Сидоренко, Дмитрий Шаракин, Павел Суменков, Михаил Федоров, ТВ-центр.